Добрый день, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал об авиации. Сегодня очередной авиалекбез, в котором я раскрою тему автоматической посадки самолета. Однажды в блоге владельца небезызвестной в России конторы, специализирующейся на выпуске антивирусного программного обеспечения, я с любопытством узнал о том, что мы, пилоты, в самолете сидим для красоты. Мол, в любом современном аэропорту нам и посадку обеспечат, и автоматическую парковку самолета. В общем, самолетами давно управляют диспетчеры, и используют они, конечно же, различные программы. Поэтому аплодировать надо не пилотам, а программистам, ибо они молодцы, ведь именно они разработали программу автоматической посадки самолета. Ну а человек, использующий руки, он ошибается. Давайте я все-таки зачитаю этот шедевральный опус. Вы в курсе, что все современные самолеты и большинство важных аэропортов оборудованы системами автоматической посадки? То есть, пилот выбирает аэропорт приземления, получает добро, сажайте сюда от местных диспетчеров, а потом навигация с автопилотом, направляемая местными аэропортами, радарами и прочими направителями, все вместе они рисуют картинку в головном железном мозге автопилота, который совершенно автоматически, без какого-то вмешательства человеческого фактора, все это блямс и приземлилось в нужной точке, в определенном направлении и скорости в заранее заданное время. Нормально? Да, вот такие чудеса. Определенно техника рулит, а вот человек иногда ошибается. Поддерживаю. Человек косячит гораздо чаще. Достаточно посмотреть на некоторые программные продукты некоторых программистов. Я же хотел о совершенно другом рассказать, об аплодисментах. Вы же все, наверное, слышали, как в самолетах после приземления аплодируют, типа «Спасибо, командир, долетели». Так вот, это все полная фигня. Во-первых, действительно аплодируют только иногда, в недостаточно развитых регионах. Я слышал аплодисменты на оригинальных рейсах. Россия, США, Италия. Это были все местные перелеты. Условно, от деревни до деревни. Вот они и хлопают. Так вот, большинство аэропортов уже давно оборудовано системой автоматической посадки. То есть, если летит современный самолет, Боинг или Аэрбас, или даже Суперджет, то в любом современном аэропорту ему могут сделать автопаркинг. Ну да. Конечно же, это не распространяется на совсем провинциальные рейсы, типа какого-нибудь Кангералусуак или Лулиссат, например. Там на ручки сажают самолет. А вот в остальных местах, если свидетели случайно и не врут, то доля автопосадок достигает 90%. То есть, это еще надо повезти, чтобы попасть на самолет, который будут сажать не бездушный агрегат, а духовные мирские пилоты. Короче, 90% посадок в Москве, Париже, Мастердане, это все совершается автоматически. Под присмотром человека-пилота, но без его участия. Так что задайтесь вопросом, кому пассажиры аплодируют? Пилотам? Нет. Аплодируют 90% программистам и всем остальным айтишникам. Именно они разработали программу «Культические безопасные посадки». Именно они снабдили эту хрень нужными инструментами. Это именно самая безопасно нужная вещь. А то у пилотов иногда крышу сносят. Компьютеры тоже иногда ошибаются, но человек косячит гораздо чаще. В общем, если самолет сел на автомате, то аплодисменты в кабине – это спасибо программистам. Хлопайте в ладоши громче. Пилоты все равно не услышат, а программистам будет приятно. Ну а программисты, наверное, услышат. Ведь это же они программировали самолеты. И наверняка где-то баги и оставили. Итак, действительно ли роль современного пилота сводится к тому, чтобы сидеть и ничего не трогать? Да. Было бы, конечно же, здорово, коли так. Но есть нюансы. Мои давние подписчики, пересмотревшие мои видео полетов из кабины, конечно же, при просмотре данного видео будут скучать. Им давно уже все понятно. А остальным я предлагаю потратить несколько минут своей жизни и узнать кое-что новое. Если вам эта тема интересна, конечно же. Я буду рассказывать на примере своего самолета Boeing 737. И принципиальной разницы с иными типами самолетов вы не найдете. Все, о чем я буду говорить, весьма схоже и стандартизировано. Будь то SuperJet, Boeing или Airbus A380. Полетели. Большинство, но не все, современных гражданских самолетов имеют возможность выполнения автоматической посадки, в которой работа пилота сводится к активации этого режима и контроля за ходом его выполнения. Ну, это если говорить в двух словах. А кроме этого, пилоты создают посадочную конфигурацию самолета. То есть, выпускают шасси, механизацию крыла, выбирают уровень автоматического торможения, который включится после посадки, включают реверс тяги двигателей после посадки и в некоторых случаях управляют самолетом на пробеге после посадки. И даже используют дедовское торможение ногами через педали, если автоторможение по каким-то там причинам недоступно. То есть, сам автопилот только летит, то есть, выдерживает траекторию полета, скорость полета, выполняет посадку, то есть, выравнение, установку малого газа двигателем и само приземление. Некоторые типы лайнеров способны также выполнить автоматический пробег, то есть, выдерживать направление на полосе после посадки и при этом торможение, то есть, тормозами колес, либо автоматическое, либо его производит пилот. Кроме этого, пилот включает реверс тяги двигателей. И иногда пилот же при выполнении посадки управляет тягой двигателей, если автомат тяги по каким-то причинам на данном самолете не работает или вообще отсутствует. В общем, даже на этапе финального захода на посадку, то есть, на предпосадочной прямой, тогда, когда активируется режим автоматической посадки и после оной, участие пилота все еще требуется. Так как не все досмотрят видео до конца, замечу, что далеко не все посадки в наши дни выполняются в автоматическом режиме. Скорее наоборот, подавляющее большинство приземлений все еще выполняются пилотами вручную. Безусловно, и выпуск закрылков, и включение реверса после посадки и прочь, и прочь. Все, что касается непосредственно пилотирования, все можно автоматизировать. Но пока что концепция предусматривает активное участие человека. Замечу, пилота. Например, в зависимости от ситуации, от правил аэропорта, от указаний диспетчера и тому подобное, создание посадочной конфигурации, то есть, выпуск шасси и закрылков, может быть выполнено на разной высоте и разном удалении от ВПП. Так почему не автоматизируют, хотя это можно? Да просто-напросто нет смысла писать сложные алгоритмы для автоматики, если эти простейшие, но важные операции легко выполняет человек. Вот и все. Евгений К. очень сильно заблуждается, когда представляет себе заход на посадку с программированным диспетчером и направляемым местными аэропортными радарами и прочими направителями посредством, видимо, прямого управления автопилотом с земли. Это представление, мягко говоря, далеко от истины, а говоря прямо, оно абсолютно неверно. Такого, такого попросту не существует в том отрезке времени, в котором мы живем. Я допускаю, что Евгений К. идет впереди нас. Ну, я вообще считаю людей IT особенными, живущими в своем, замечательном, конечно же, мире. Они двигают прогресс и все такое, но забывают о том, что весь мир за их прогрессом попросту не успевает подтягиваться. В особенности такие консервативные отрасли, как та, в которой я имею счастье работать. Единственное на сегодняшний день оборудование аэропорта, точнее конкретных ВПП, которое может каким-то образом направлять самолет при посадке, это система ILS, система инструментального захода на посадку. Она обеспечивает наведение самолета на предпосадочной прямой, то есть в непосредственной близости от полосы. И в определенных обстоятельствах позволяет выполнить автоматическое приземление. Система ILS представляет собой два излучателя. Один, то есть курсовой маяк, расположен за противоположным торцом полосы на продолжении ее осевой линии и излучает лучи, формирующие невидимую линию, соответствующую курсу оси полосы в пространстве. Второй маяк, глиссадный, расположен сбоку от ВПП, рядом с зоной приземления самолета, и он отвечает за формирование линии снижения самолета на предпосадочной прямой, то есть глиссады. Отмечу, что в природе существуют и иные системы захода на посадку, например, микроволновая система посадки, имеющая отношение к оборудованию аэродрома и умеющая формировать как менее, так и более сложные заходы на посадку, но в целях гражданской авиации они практически не применяются. А автоматическая посадка сегодня осуществляется только по ILS, либо по GLS, спутниковой системы посадки, о которой я расскажу чуть попозже. Как выглядят современные автоматические заходы на посадку и посадка? Для того, чтобы выполнить автоматическую посадку, надо сначала долететь до предпосадочной прямой. И это процесс весьма творческий. Учитывая изменчивую воздушную обстановку, которая зависит не только от схем движения на конкретном аэродроме, но и от погоды, наличия трафика, погоды и другого трафика, временных ограничений использования воздушного пространства и так далее и тому подобное, стандартизировать и алгоритмизировать в узких рамках полет на этапе снижения и заход на посадку достаточно проблематично. Подчеркну, это тоже можно автоматизировать, но это потребует внедрения сложных систем взаимодействия всего и со всем, всеми и вся, самолета с диспетчером, с погодным радаром, радарами, с другими участниками воздушного движения и тому подобное. И все равно останутся дырки, которые придется заполнять соображалкой человека. Обычно наше, то есть пилотское, участие в полете именно на этом этапе наиболее значительно. Нам приходится думать и соображать, как лучше выполнить снижение и заход на посадку, то есть прицеливание на полосу, как иногда пишут пассажиры, реагируя на динамично изменяющуюся воздушную обстановку и не всегда легко выполнимые команды диспетчера. Конечно же, чаще всего в этих случаях мы используем различные режимы автопилота, которые, отмечу, никоим образом в принципе не связаны с диспетчером и прочими направителями. Автопилот лишь помогает нам разгрузить внимание, но исполняет исключительно нашу волю, не чью-либо еще. В напряженных аэропортах, в той же Москве, о которой пишет Евгений, практически нереальное использование самого высокого доступного на сегодняшний день уровня автоматизации, то есть режимов автоматического полета по заданному пилотам маршруту, то есть сложной траектории с поворотными пунктами, и параллельно с этим выдерживать сложную траекторию снижения в автоматическом режиме. Самолетов в воздухе очень много, они прилетают с разных сторон, поэтому диспетчерам приходится активно разруливать потоки, командовать пилотом выдерживание промежуточных высот, все для того, чтобы самолеты смогли выстроиться в нормальной очередности на конечном этапе захода на посадку. Это, кстати, и является ответом на другой частый вопрос, почему при заходе на посадку пилот, мол, постоянно переставал снижаться, потом снова начинал снижаться и так далее. Пилотам приходится рулить автопилотом очень активно. Конечно, можно рулить руками, но это лишняя нагрузка в таких условиях. И, поверьте мне на слово, тыкать кнопки правильно – это целая наука, которой пилоты учатся далеко не быстро. Будучи инструктором, мне не раз приходилось быть свидетелем тому, как в первом же полете сходила спесь с так называемых «неоператоров», которые после своих «неоператорских» лайнеров приходили на Боинг с ехидной ухмылкой, мол, сейчас мы вам кнопкодавом покажем, как надо. Не раз, не два и даже не три мне приходилось выслушивать их раскаяния после того, как они осознали, что работать в кабине вчетвером-пятером и работать в кабине вдвоем, когда приходится думать не мозгами штурмана и инженера, а исключительно своими – та еще задачка. И при этом надо успевать нажимать правильные кнопки. А если погода хорошая, трафика напряженного нет, пожалуйста, выполняй заход, как заблагорассудится, то есть на автопилоте или на руках. Последнее, кстати, в хороших авиакомпаниях приветствуется, ведь пилот должен постоянно поддерживать навык ручного пилотирования, на всякий случай. И, хоть есть и гениальные пилоты, которые умеют развивать и поддерживать навыки, лишь глядя на работу автопилота, большинство все-таки усваивает лучше, если использовать еще и древний тактильный метод. Вернемся к заходу на посадку. Естественно, ни о каком управлении Земли, кроме голосовых команд диспетчера пилотам, речи, повторюсь, не идет. Никто не в состоянии управлять самолетом извне. Это попросту невозможно, чего бы там ни пытались одиозные конспирологи заявить. Мы, пилоты, летим, управляем самолетом или автопилотом, используя бортовые навигационные системы, некоторые из которых могут взаимодействовать с некоторым наземным оборудованием, но в целом самолет сам по себе весьма автономен. Тем не менее, давайте представим, что сегодня мы выполняем автоматическую посадку. Например, сегодня в аэропорту Туман, видимость 200 метров, и в таких условиях мы попросту не имеем права выполнять посадку вручную. Можем, конечно, но не имеем права. Итак, прорвавшись через трафик, мы таки долетели до предпосадочной прямой, такой вот невидимой вертикальной плоскости в небе, проходящей через ось полосы, на которую нам предстоит совершить посадку. Мы получили разрешение на заход от диспетчера, наши самолетные приемники настроены на частоту IELTS, данные ВПП, сигнал принимается, и позывные данной системы опознаны. Нажатием двух кнопок, режима заход, approach mode, и подключением второго автопилота, один уже подключен, мы сообщаем самолету, что ждем от него захвата лучей IELTS и выполнения автоматического приземления соответственно. После того, как самолет окажется на некотором боковом удалении от луча курсового маяка, происходит его захват, и самолет, повинуясь командам автопилота, разворачивается в сторону полосы и далее летит по этому лучу. Приближаясь к полосе, самолет подходит к глиссадному лучу, пилот это видит по индикации на главных пилотажных приборах, и в какой-то момент времени происходит его захват. После чего автопилот направляет самолет в снижение, как бы скользя по лучу к полосе с установленным углом, и чаще всего этот угол равен 3 градусам. Перед глазами пилотов имеются приборы, которые визуализируют положение лучей в пространстве относительно самолета, так называемые повторители или индексы. Если они расположены в центре шкал, значит самолет летит правильно. Если глиссадный индекс GS, то что вы сейчас видите, ушел вверх, значит самолет летит ниже траектории. Если курсовой индекс LOG ушел влево, значит самолет правее посадочного курса. Пурпурный крест в центре дисплея это две планки директорных стрелок, которые обеспечивают траекторное управление. Что это такое, попытаюсь объяснить. Например, наш самолет находится в развороте в сторону полосы. И курсовые, и глиссадные индексы все еще не в центре, но если пилотировать так, чтобы удерживать директорные планки строго в центре прибора, как на рисунке, который вы сейчас видите, то это будет означать, что самолет летит на правильной расчетной траектории, которая соответствует выбранному режиму полета. Летя таким образом, мы вскоре выйдем строго на предпосадочную прямую. Как это работает? Система, в зависимости от выбранного пилотом режима автоматического наведения, определяет необходимые угловые скорости в развороте, или в наборе, или снижении, и перемещает соответствующие стрелки в стороны, в которые необходимо отклонить управляющие поверхности самолета, для того, чтобы выйти на заданную траекторию. Например, планка ушла влево, значит пилот должен создать такой левый крен, то есть такую угловую скорость, при котором эта планка будет в центре. Аналогично работает и горизонтальная стрелка, определяющая наведение в вертикальном профиле. На картинке, которую вы сейчас видите, директоры как бы говорят пилоту, крути штурвал вправо и тяни на себя, если хочешь, чтобы стрелки оказались в центре. Правда, вряд ли это поможет пилоту, увидевшему перед собой подобную картинку. Выкрутиться из сложившейся ситуации будет проблематично. Если кому-то из вас скучно, вы можете в комментариях предложить свое мнение, почему. Итак, мы летим в сторону полосы. На некоторых удалениях и высотах мы, пилоты, не диспетчеры, обеспечили создание посадочной конфигурации, то есть последовательно выпустили закрылки, шасси, обеспечили правильную скорость полета, подготовили систему автоматического торможения и выпуска интерцепторов. Автопилот при этом уверенно ведет самолет по курсу Иглиссаде, собрав стрелки в кучу, так говорят пилоты, а автомат тяги выдерживает заданную пилотом скорость. А далее, да, роль пилота вскудится к тому, чтобы проконтролировать на характерных этапах правильность работы автоматики и ее готовность к выполнению посадки. И, конечно же, быть готовыми отключить автопилот и выполнить уход на второй круг, либо, в некоторых случаях, продолжить заход и совершить посадку, либо, опять же, уйти на второй круг. Постоянная готовность выполнить уход на второй круг это один из признаков хорошего пилота. Самый ответственный этап, конечно же, это приземление. Самолет с большой скоростью пересекает торец полосы и до посадки остаются считанные мгновения. За это время пилоту необходимо распознать отказ, если такое случится, и предпринять действие. Например, если на высоте около 40 футов, что менее 15 метров, если не активируется режим флэр, то у пилота остается менее 2 секунд, чтобы это распознать и предпринять действие. Иначе самолет ударится колесами отверть земную и последствия могут быть грустными. Представьте, что заход выполняется в условиях плохой видимости, в настолько плохой, что ты видишь огни полосы, и то так себе видишь, лишь перед самым приземлением. При этом ты должен успеть оценить положение самолета относительно этих огней, потому что вдруг мы садимся на боковые огни, а не на осевую линию. Система не идеальна, и все может быть. Поверьте, меньше всего в этот момент пилот думает о программистах и о релаксе особенно. А теперь представьте, что мы вдруг с высоты 15 метров уходим на второй круг, и происходит отказ кнопки тога, инициирующей автоматический уход на второй круг. Ты ее жмешь, но ничего не происходит. Самолет продолжает снижение. У пилота очень мало времени, чтобы распознать этот отказ, отключить автопилот и выполнить уход вручную. Да даже если он и распознал, такой маневр в непосредственной близости с земли в условиях низкой видимости очень нетривиальная задача. Тем не менее, предположим, что все идет нормально. Мы своевременно установили контакт с ориентированной полосы, оценили правильность движения лайнера, приняли решение на продолжение захода. Да-да, пилот все еще принимает все решения. Не программист, не компьютер и не диспетчер даже. Самолет наш промчался над торцом полосы на высоте 15 метров, чуть позже активировался режим выравнивать. Теперь автопилот сопоставляет тем приближения лайнера к бетону и изменения высоты, измеренные радиолучом. И соразмерно этому, по заданному алгоритму, увеличивает тангаж самолета, то есть приподнимает его нос. Для того, чтобы к касанию уменьшить вертикальную скорость до приемлемой. На высоте около 9 метров автомат тяги начинает плавно уменьшать режим до тяги малого газа. А далее происходит приземление, то есть посадка. Через 2 секунды после этого автомат тяги отключается, либо его отключает пилот. А дальше все идет одинаково, как для автоматических посадок, так и для ручных. После того, как самолет поймет, что находится на земле, по обжатию стойк шасси, по раскрутке колес, на верхней поверхности крыла автоматически поднимаются интерцепторы, то есть поверхности, которые сбрасывают подъемную силу с крыла и тем самым обеспечивают нагрузку на шасси, обеспечивая улучшение тормозных характеристик от колес. Кроме этого, интерцепторы создают дополнительное сопротивление, позволяющее уменьшать скорость. В это же самое время, исходя из заданного пилотами уровня торможения, система Auto-Break, начинает подавать в тормоза колес необходимое давление. Если обе вышеозначенные системы отключены, причины могут быть разными, от неисправности до посадки и до отказа после нее, пилот вручную выпускает интерцепторы и, нажимая на тормозные педали, тормозит самолет. Очень важно своевременно выпустить интерцепторы, и при этом, при чрезмерно мягких посадках, автоматическое срабатывание иной раз не происходит. Это чревато выкатыванием за пределы полосы, особенно на коротких и или скользких ВПП, поэтому пилот должен заметить не выпуск и произвести выпуск вручную. Кроме этого, после приземления пилот включает реверс тяги. На двигателях перекладываются специальные створки, которые перенаправляют истекающие с огромной скоростью газы в стороны противоположные движения самолета, тем самым создавая обратную тягу и тормозя лайнером. На скользких ВПП вклад реверса в торможение переоценить сложно, так как тормоза колес неэффективны, а на сухих же его эффективность ниже, чем тормозов колес, но использование реверса, тем не менее, позволяет снизить нагрузку на тормоза и пневматики и сэкономить их ресурс. Обычно качество автоматического приземления вполне нормальное. Да, пилот способен приземлить самолет намного мягче, но, как уже было отмечено, не всегда мягкость приземления означает его безопасность. Излишние мягкие посадки в принципе не требуются. Самолет способен выдерживать письма значительные удары ВПП без последствий для конструкции, но и намеренно бить самолеты о землю тоже не стоит, ведь пассажиры и руководство пилота не поймут. Так почему бы тогда не выполнять автоматические посадки всегда, в каждом полете? Есть нюансы. Индустрия не стоит на месте, и самолеты уже многие десятилетия умеют выполнять автоматические посадки, однако, качественного прорыва нет очень давно. На возможность выполнения автоматической посадки накладываются многие ограничения. В целях данного рассказа я назову их условными, безусловными и системными. Начнем с конца. Системных. Выполнение автоматической посадки требует соответствующего оборудования. И даже если оно есть на самолете, совсем не факт, что данная полоса данного аэропорта его имеет. Выше уже было рассказано про работу системы ИЛС. Данная система нужна для того, чтобы самолет мог выполнить точное попадание на полосу. И в наши дни достаточно большое количество ВПП не имеют ИЛС. Кроме того, иногда эту систему отключают за неуплату для проведения регламентных работ. В таких случаях пилот использует иные, менее точные и более сложные методики и способы, включая и дедовское, визуальное, то есть на глаз, пилотирование. Некоторые лайнеры умеют выполнять автоматическое приземление по ГЛС. Это система захода на посадку, использующая сигналы спутниковых систем. Для этого самолет должен иметь соответствующее оборудование. Сегодня большинство самолетов его не имеют. Аэропорт должен иметь локальную корректирующую станцию, которая обеспечивает точность определения координат в пространстве. Используя сигналы от спутников и от этой станции, оборудование самолета формирует траекторию захода на посадку. Те же курс и глиссаду на финальной прямой только без фактического наличия маяков и их лучей. А вот индикация в кабине пилотов идентична ИЛС. Все процедуры, которые выполняет пилот при заходе на посадку, идентичны заходу по ИЛС. Самолет точно таким же образом долетает до полосы и выполняет посадку по тому же алгоритму. Преимущества системы GLS много. Например, она не подвержена внешним помехам от наличия предметов в зоне лучей, ведь лучей физически нет, что является бедой для системы ИЛС. Одна корректирующая станция может обслуживать несколько аэродромов. В Москве, например, достаточно одной станции для всех аэропортов. И итоговая себестоимость всего этого удовольствия в принципе ниже. Но оборудование самолетов тем не менее увеличивает стоимость борта, а распространенность GLS все еще очень небольшая, поэтому не все векомпании приобретают эту дорогую опцию для своих лайнеров. Система все еще внедряется и пока что для нее ограничен минимум погоды. Высота принятия решения на посадку не менее 60 метров, то есть на этой высоте пилоты должны установить контакт с наземными ориентирами и видимость огней ВПП должна быть не менее 550 метров. То есть система GLS обеспечивает посадку всего лишь по первой категории сход на посадку по классификации ИКАУ, в то время как АЛС обеспечивает посадку по категории 3Б, при которой видимость может быть 75 метров. Безусловное ограничение автоматической посадки это ограничение согласно сертификации самолета. Например, первое, по углу наклона глиссады. Например, на Боинге Син-37 автоматическая посадка дозволена лишь тогда, когда угол наклона глиссады находится в пределах от 2,5 до 3,25 градусов. Многие аэропорты имеют гораздо более крутые глиссады и автопосадка на них запрещена безусловно. Например, любителям отдыха в Куршавеле приходится летать в аэропорт Шамбери. В этом аэропорту ВПП длиной всего 2 километра оборудована системой ИЛС лишь с одним курсом и при этом угол наклона глиссады составляет почти 5 градусов. Поверьте, это действительно круто. Почти в два раза больше, чем стандартные 3. Второе. По ветру. Производитель самолета накладывает ограничения по скорости ветра попутного, встречного и бокового на выполнение автоматических посадок в условиях минимума погоды. Многие авиакомпании распространяют эти ограничения в принципе на все автоматические посадки. Третье. При отказе двигателя есть самолеты, которые сертифицированы на выполнение автопосадок с отказавшим двигателем, а есть и такие, их в небе, пожалуй, большинство, которые при отказе двигателя требуют однозначного ручного пилотирования. Четвертое. При неисправности самолет это машина и с машиной иногда случаются отказы. При некоторых автоматические посадки невозможны. Кроме этого, я бы отнес безусловным ограничения по рельефу полосы в зоне приземления. Некоторые ВПП в принципе не могут быть сертифицированы для посадок в условиях погоды ниже, чем категория 1 ИКАО из-за кривизны поверхности в зоне приземления, так как автоматические посадки на эти бугры могут быть опасными. Долгое время полосой 19 аэропорта Алакель-Горда-Норильска стращали неокрепших российских пилотов. Увы, после недавнего ремонта этот участок отрезали от полосы и теперь полоса Норильска хоть и стала короче, но потеряла статус страшилки для пилотов. Совсем никаких скрепов не осталось. А также есть и такие авиакомпании, которые не разрешают выполнение автоматических посадок на полосы, не сертифицированные по категории 2 или 3. Условные ограничения Чуть выше я уже говорил о том, что лучи системы ИЛС подвержены влиянию помех. Сугроб, деревья, строение, взлетающий самолет и тому подобное такие помехи приводят к искажениям и неустойчивой работе системы ИЛС. В кабине пилотов это проявляется как волнообразные, а иногда и суматошные перемещения индексов курса или глиссады, а иногда и того и другого вместе. Если самолет в это время летит под управлением автопилота, то он пытается повторить эти хаотичные движения забавно дергаясь. Для того, чтобы сертифицировать полосу по категориям 2 или 3 требуется не только установить соответствующее радиомаячное и светосигнальное оборудование, но и обеспечить чистоту зоны ИЛС. В условиях не очень хорошей видимости, например, ниже 800 метров на аэродроме вступают в действие особые процедуры, например, увеличиваются интервалы между взлетающими и приземляющимися самолетами, чуть дальше от полосы переносится место ожидания вылетающим самолетом свои очереди на занятия исполнительного старта, идет постоянный мониторинг за чистотой зоны лучей. А в хороших же погодных условиях такие процедуры не применяются и помехи могут быть созданы стоящим на предварительном старте самолетом или взлетающим перед твоей посадкой лайнером проехавшей перед полосой машиной выросшим за время снегопада с угробом и тому подобное. Автоматические посадки в таких условиях требуют повышенного внимания со стороны пилота несмотря на то, что погода может звенеть то есть быть очень хорошей. Подводя итог скажу, что большинство посадок в мире до сих пор выполняются вручную. Что касается меня, то за прошлый год я выполнил более 300 полетов а автопосадок в них было ну может быть 6. Некоторые самолеты в принципе не могут совершать автопосадки а в некоторых аэропортах они невозможны а в тех в которых возможно может не быть условий для их выполнения а в некоторых случаях они запрещены политикой авиакомпаний ну например во флайд Дубай и не спрашивают меня о причинах потому что они мне непонятны. В самых современных и нагруженных аэропортах могут применяться процедуры когда один лайнер еще взлетает а другой уже приземляется это как раз тот самый случай когда пилот грамотный пилот второго самолета вряд ли решится на выполнение автопосадки взлетающий лайнер создаст помехи с вероятностью до 146% выполнение автоматической посадки ни в коем случае не означает расслабленность пилота наоборот она требует максимальной готовности распознать и незамедлительно исправить за мгновение почувствовать самолет и предотвратить неприятность и конечно же идея того что самолет заводится на посадку в заданное время и с заданной скоростью какими-то там направителями с земли является мечтой из неопределенно далекого будущего хотя индустрия действительно движется в этом направлении спасибо за внимание летайте безопасно спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok